Вопросы Неофита на Радио Вера, как правило, они, если и не то чтобы не имеют ответа, но, по крайней мере, ответы на них настолько разные, в зависимости от того, кто дает ответы на эти вопросы, и настолько глубокие, что можно один и тот же вопрос Неофита задавать разным гостям и все время получать новые и новые ответы на этот вопрос. Наверное, в этом и есть жизнь христианина, чтобы снова и снова искать ответ на какой-то один большой главный вопрос. Список этих главных вопросов все время разный, а сегодня у меня в списке главных вопросов один. Что такое прощение и что значит простить? И на этот очень простой разговор я пригласил настоятеля Казанского храма села Молокова Видновского округа священника Дмитрий Березин. Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер. Что такое прощение? Такой процесс очень интересный. Во-первых, это действие. Во-вторых, это состояние души. В-третьих, это, наверное, то, что мы ожидаем от Бога, если мы говорим о прощении нас или от ближних. То есть такое состояние ожидания. Поэтому давайте есть слона по частям. Считается, что сам глагол простить происходит от, ну, в общем, переводится, да, этимологически как выпрямить. То есть к тебе приходит согбенный под тяжестью собственной вины человек, приползает на коленях, а ты говоришь, ну, выпрямись, я тебя прощаю, и ходи дальше прямой, а не на коленках согнутой. Из чего я, знаете, что делаю? Какой вывод? Вот мне... То есть... Сейчас я попробую сформулировать. Если на мне есть вина, прощение, в общем, для меня не так важно. Важно вот мое раскаяние, да, которое меня либо согнет, либо выпрямит. Если я раскаиваюсь, значит, я сгибаюсь. А простить меня может, ну, собственно, только другой. Сам себя я не могу простить. Ну, кстати, интересное происхождение. Никогда не связывал эти два слова. У нас же есть возглас, да, во время богослужения «Премудрость прости» перед Евангелием, кстати. И, ну, «прости», да, оно переводится как «стойте прямо». Но вот что оно связано с прощением и даже от него происходит, ну, очень мне это нравится. Я думаю, даже это вполне объективно. Вот. Ну, да, безусловно, любая вина, а вина бывает какая? Либо мы виноваты, наверное, перед, ну, условно, человеком, да, или человечеством, вот. Либо мы винаты перед Богом. Ну, мы, наверное, в любом случае, если есть вина, то мы перед Богом виноваты. Но можем вспомнить пример, когда Господь прощает людям грехи. И все фарисеи удивляются. Говорят, кто он такой, что он прощает грехи человеку? Вот. И вот здесь возникает вопрос, достаточно ли только человеческого прощения, или нам нужно еще какое-то особое прощение от Бога? А что значит, Бог прощает грехи? Наверное, это можно попробовать представить себе ну, таким, в таком виде, что душа человеческая через грехи наносит себе раны. Да, там, той или иной степени тяжести, той или иной формы. И вот в Великом Покаянном Каноне Андрея Критского мы тоже читаем о том, что душа, подобно как от разбойников, получает себе такие повреждения. И, наверное, прощение от Бога – это и есть как раз исцеление этих ран, прежде всего внутренних. Потому что тот или иной грех, он помимо того, что наносит вред человеку, он наносит вред и окружающей среде, людям и так далее. Или не всегда это происходит, я имею в виду явно. Но здесь, мне кажется, процесс именно исцеления души самого человека. Может быть, последствия мы не можем уже устранить в каких-то случаях, или исправить, или как-то что-то сделать. А вот именно устранение этой душевной болезни, боли от этих ран, мне кажется, это и есть прощение от Бога, которое мы получаем. И, наверное, тоже, если эту аналогию провести, наверное, рубцы-то остаются. Ну, то есть, по сути, обезболивающие просто? Нет, исцеление. Ну, как вот мы рану лечим, чем-то её смажем, забинтуем, ждём, пока там всё зарастёт. То есть, отменить нельзя, но можно вылечить. Можно вылечить душу, да. И вот душа такая, наверное, мы же знаем в житиях святых людей с очень разной судьбой, в том числе, которые прошли через множество разных грехов и страстей. И мы видим, что их душа исцеляется Богом. То есть, те раны, которые есть, но при этом она помнит о грехах. То есть, при этом вот эти рубцы, ну, как иногда бывают какие-то переломы, начинают иногда болеть, да, уже когда всё прошло, места, которые когда-то были. Или вот те же самые рубцы от ран. Мне кажется, прощение от Бога тоже вот подобно такому исцелению души. Что душа может продолжить нормальное дальнейшее своё существование. Тема нашего сегодняшнего разговора прощения, она появилась у меня, знаете, откуда? От размышлений об исповеди. То есть, вот я прихожу на исповедь со своими косяками, большими и малыми, исповедую эти грехи. Священник читает вот эту молитву, возложив на меня и Петрахиль. И что дальше происходит? Этих грехов как и не было вовсе. Потому что я не чувствую, что их как и не было. Ну, то есть, меня по-прежнему мучает стыд. И есть такая достаточно устойчивая уверенность в том, что и там тоже, собственно, ещё будет разговор по поводу этих грехов. Ну, потому что, а куда бы они делись? Последствия есть, всё есть. Я отхожу после исповеди от священника. Невиновный ни в чём. Или по-прежнему виновный. А если виновный, то зачем исповедь? Ну, я, наверное, на эту тему так бы сказал. Во-первых, исповедь, она же может быть формальной, может быть очень искренней. Когда действительно человек раскаивается. И часто очень, когда человек приходит первый раз на исповедь, ну, или второй, третий, начинает исповедоваться, вот есть даже подчас такое физическое ощущение, вот как раз выпрямление. То, что вот камень с души ушёл. И здесь чаще всего, конечно, говорится о грехах, которые были когда-то, давно, да, которых человек совершил, в общем-то, всё это время до исповеди, там, может быть, годы, носил в себе эту вину, раскаивался и не знал, что делать. Вот. И тогда действительно, получая прощение грехов от священника, человек получает и облегчение в этом. Это вот так очень, ну, бывает, прям ярко заметно. Когда мы начинаем исповедоваться регулярно, тут очень легко впасть в перечисление списка. Формализация исповедей. Отчасти да. Да, то есть, вот в качестве примера можно посмотреть, ну, например, там, раздражительность, там, не знаю, гневливость и там что-нибудь ещё такое, да. Вроде бы, если я начну размышлять об этом, я раздражительный, ну, да, надо каяться, да. Но раздражился ли я за эту неделю на кого-то или нет? Вот мне кажется, каяться важно, во-первых, в конкретных делах и грехах, да, не в том, что я, в принципе, там, вспыльчивый, да, о том, что я вот вчера, там, не знаю, на дороге кому-то что-то крикнул или там про себя там наворчал. Вот в этом стоит раскаяться, потому что я считаю, что это неправильный поступок. А когда исповедь превращается в перечисление вот таких состояний каких-то греховных, да, там, чревоугодия, страдаю чревоугодием или нет? Ну, съел я там что-нибудь вкусное, надо мне в этом каяться или нет? А съел там два раза больше вкусного. И тут уже возникает вопрос, не превращается ли это вот такое вытаскивание из глаза комара, да, и проглатывание верблюда. Слушайте, ну, а если действительно нет за мной каких-то крупных косяков? Бабушек не убивал, пенсию у них не крал. Ну, да, где-то что-то съел лишнего, где-то что-то выпил лишнего. Ну, сказать, чтобы я в этом сильно раскаивался, было неправдой. Ну, да, нехорошо. Да, ну, пришел, улыбнулся очень, ну, было. Ну, вот, наверное, поэтому и нет такого ощущения покаяния, да, наверное, об этом постоянно говорят, что покаяние — это изменение ума, да, то есть это вот, когда я всё, больше никогда в жизни не буду там лишнего ничего есть. Это тоже странно немножко, да, то есть всё-таки наша духовная жизнь, особенно в миру, она немножко не про это должна быть. Вот, поэтому у нас, к сожалению, исповедь отчасти превращается в такое вот что-то сделал не совсем так. Вот, поэтому, наверное, и нет этого глубокого покаяния, нет чувства, что у нас, в принципе, ничего особо не пригибало к земле. Вот, и поэтому нам выпрямляться сильно не нужно. Но превращать исповедь тоже вот в такое перечисление, не знаю, съеденных котлет, ну, наверное, тоже не совсем корректно. Ну, бог с ним, с котлетами, и крепкого здоровья тем, кому особо не в чем каяться на исповеди. Но мы сейчас говорим, давайте нарисуем такого сферического коня в вакууме. Такой студент в очках, лохматый, только что убил бабушку, все руки в крови, пенсию не украл, пришел на исповедь. Исповедовал этот грех. Господь его прощает, и все? Ну, как он пришел? Ведь можно прийти в ужасе, осадеянном, в том состоянии, что я натворил, я совершил страшное. И это действительно может быть раскаяние такое, помутнение ума, и вот все потом, фактически вся жизнь, она будет под этим проходить, состоянием, что вот я это совершил. Вот, тогда, наверное, да, если человек искренне в этом раскаивается, то Бог этот грех человеку может простить. Вот, если же он пришел, условно, там, через 15 минут, или, там, через день-два на исповедь, сказал, ну, вот так, значит, убил бабушку, перешел дорогу на красный свет, и, там, в ластобусе кому-то наступил на ногу. Вот, тогда, наверное, вряд ли это можно называть исповедью вообще. Да, то есть это уже такая... Это не таинство, это, вот, действительно, перечисление косяков своих, ну, таких больших и малых. Вот, и тут вряд ли можно считать такую исповедь искренней. Вот, то есть, что действительно произошло какое-то изменение ума, и что он не пойдет после этой исповеди еще одну бабушку, так сказать. Монобит. То есть, получается, что простят нас или нет, в общем, не так важно, нас уже простили. Вся штука в том, насколько остро, глубоко и искренне ты сам раскаиваешься. Ну, безусловно. То есть, таинство, оно все совершается, ведь, по, в том числе, вере самого человека. Не совсем понимаю, зачем тогда таинство, если все зависит от того, как крепко ты раскаиваешься. Потому что тебе вовсе даже, ну, вот, да? То есть, тебе не обязательно идти на исповедь, чтобы испытывать дикий стыд, чтобы тебе было больно от того, что ты натворил. Ну, вот, все-таки, возвращаясь к этому образу души, покалеченной, да, грехами, мне кажется, что таинство исповеди, это и есть такой бальзам от Бога, ну, лекарство, в прямом смысле лекарство, иногда хирургическое лекарство. Ведь исповедь подразумевает иногда и эпитемию. Вот, у нас это в практике довольно редко встречается. Редко. И не всегда даже приветствуется, особенно если кто-то злоупотребляет, да. Но вообще, в ряде случаев, если мы говорим о людях, ну, верующих, оцерковленных, то это бывает не лишним. Определенные действия как бы для исправления самого себя. Вот, поэтому я думаю, что, ну, не то, что думаю, мы, опять же, возвращаясь к Евангелию, в случаях, когда Господь прощает людям грехи. Мы видим, что люди в этих грехах раскаиваются, да. Мы видим, что они получают прямые, как бы, ну, там, болезни, фактически, да. Ведь это тоже, ведь, может быть, взаимосвязано, грехи с физическими болезнями. И Господь прощает им этот грех. То есть необходимо... По сути, что такое... Почему их надо прощать? Мы нарушаем не только какие-то там физические законы, да, или уголовные, или еще какие-то этого мира. Мы нарушаем божественный закон. Вот, то есть, фактически, грех — это есть вина перед Богом, но вина в том, что мы не признаем божественных законов, да. Попираем их там, каким-то образом нарушаем. И простить в этом может только Бог. Именно поэтому на Христа так все и озлоблялись. Ты кто такой, что прощаешь грехи людям? Вообще-то, это только Бог может сделаться. Настоятель Казанского храма села Молоково-Видновского округа священник Дмитрий Березин отвечает сегодня на вопрос Неофит и говорим сегодня о прощении. Если сузить тему, то говорим о том мгновении, которое следует сразу за отпущением грехов на исповеди. Мне очень важно понять, а что происходит? Действительно ли я отхожу от священника с чистой совестью? Действительно ли за мной нет грехов? И действительно ли на страшном суде Христос посмотрит на меня и скажет, ну, собственно, нет к тебе вопросов. Да, ты уже исповедовался как бы по этому поводу. Все бабушки, забитые топором, в общем, мы вычеркнули уже, потому что ты исповедовался в этом. А, собственно, что читает священник после моей исповеди? Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит тебе, чадо Александр, все согрешения твои. И аз, недостойный иерей властью, его мне данную прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И все. И я чист. Таинство совершается при условии наличия канонического священника, человека, желающего приступить к таинству, и в данном случае раскаяния. А меру раскаяния, и это уже, наверное, мы тут не сможем формализовать, можем взять только, опять же, крайние точки. Полное искреннее раскаяние в своих согрешениях, и Господь прощает, и формальное, как бы, типа, не согрешишься, не покаешься, да, там, сейчас покаюсь, и дальше пойдем, где, наверное, можно усомниться в том, что Господь такую исповедь примет, ну, на то и таинство, да, что если мы начнем совсем по полочкам раскладывать, то, наверное, можем куда-то в какие-то дебри забрести. Господь может не принять? Да, конечно. Если это исповедь формально, если она со злым умыслом, да, каким-то может быть. Какой злой умысл может быть в исповеди? Если ты пришел на исповедь к Богу, какой здесь может быть злой умысел? Ну, например, не знаю. Но если бы у тебя на работе требовали справку об исповеди, тогда там, ну, как-то худо-бедно, я еще понимаю, да, то есть тебе не хотелось прийти на исповедь, но ты все равно пришел, не веришь, ну, это вот для тебя формально, но тут человек сам по доброй воле приходит. На работе, хорошо. Вот человек на работе привык что-нибудь воровать. Ну, прям методично, может быть, немного, но вот по чуть-чуть. Приходит на исповедь, кается. Он, в принципе, считается виноватым, да. На следующей неделе снова приходит кается, и снова приходит, и снова. То есть он не останавливается в том, есть как бы грехи, в которых трудно остановиться, да. Там, там, та же самая раздражительность, то есть ее, ну, с некими страстями человек может всю жизнь бороться. Но некоторые вещи он может прекратить, да, как бы не совершать их, они не являются для него жизнью необходимыми. Вот, если, например, человек пришел, покаялся в воровстве раз, два, три, не вернул украденное, это же тоже важный фактор, что если мы можем что-то поправить и справить, мы это должны сделать. Вот, тогда, ну, какая здесь исповедь, какое здесь покаяние? Такие случаи вполне могут быть. Ну, у меня прямо так, чтобы каждую неделю ходили, каялись не было, но в целом не исключаю, что человек покаялся и продолжил. Сознательно продолжил. Еще ситуация. Вот этот вот наш гипотетический Раскольников совершил такой большой грех, что совесть его мучает и мучает. Вот он пришел раз на исповедь, излил всю свою боль. На следующий раз приходит, и он не может не говорить об этом. Имеет смысл или нет? Если мы говорим, что это лечение. Если это таинство, да, и вот у нас есть факт, и мы этот факт обвели кружочком, и перечеркнули. Все. Тем закрыто. Дальше просто, ну, ступай и не греши больше. А второй раз надо или нет? И третий, и пятый. И каждый раз приходить на исповедь. Господи, так больно. Ну, а что я вот это совершил? Ну, я думаю, что у нас, поскольку часто вообще исповедь и духовно-исповедальная беседа это одно и то же. То есть мы, приходя на исповедь, еще пытаемся с свечечником побеседовать, задать какие-то вопросы, там, духовные в том числе. Секунду, а исповедальная беседа? Я, признаться, впервые слышу вообще такое выражение. Ну, по сути, исповедь — это священник молчит, срок говоря. Человек кается перед Богом. Я виноват том-то, 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 том-то. Священник читает молитву. Но по-хорошему, если позволяет время, ну, и вообще это было бы здорово, и, опять же, там не стоит огромная очередь, чтобы это покаяние сопровождалось, может быть, встречными вопросами священника. Да, может быть, особенно если он духовник, может быть, своими какими-то, ну, поделиться не только в том, что я раскаюсь, а что вот что-то у меня получилось, да, или что-то не получилось. Вот. И вот в данном случае, если мы говорим о каком-то тяжелом согрешении, которое человек совершил, то в данном, ну, повторить, я думаю, что это не является большим грехом, да, и здесь вот поставить галочку, что вот один раз исповедовался, больше не надо, ну, наверное, не всегда нужно. То есть иногда действительно вот исповедовался, и все, и забудь, отстань, и больше как бы не вспоминай. Но есть действительно грехи, которые будут и ныть очень долго, и в исповеди, ну, не лишним будет сказать, что я вот продолжаю испытывать вот это вот глубокое раскаяние. Почему священник делает акцент на том, что он прощает? Ведь прощает-то Господь. Прощает меня священник или не прощает, от этого, в общем, ничего не меняется. Ни в моей жизни, ни в его жизни. Более того, ну, если я виноват перед ним, я как бы подойду и извинюсь, но я пришел, в общем, не с виной перед ним. Почему он меня прощает? Он прощает и разрешает. Да, можно анекдоты? Конечно. Мы очень часто в студии Радио Веры рассказываем хорошие, светлые анекдоты. Ну, вот из 90-х, значит, встречаются бандиты, вот, и один говорит, приходит такой весь одухотворенный, я, говорит, в храме был на исповеди, я, говорит, вот мы, как бы, бандитствуем, вот, там этого замочили, этого побили, здесь вот обложили налогами, вот. В общем, вот как-то так. Ну, говорит, ну и что тебе сказал батюшка? А батюшка говорит мне, прощаю и разрешаю. Вот. Так вот, что делает священник, да, этими словами? Во-первых, мы, наверное, здесь не говорим о личном прощении, может, у него вообще какая-то личная обида на этого прихожанина, а он не раскаялся в содеянном, вот. То есть он вроде прощает, но не прощает, не от себя лично. Он прощает, разрешает властью, данную от Бога. Вот, то есть вот слово как раз прощение в том смысле, что снимает груз, да, и разрешает от уз греха, вот. Вот, и разрешает, собственно, властью, которую он получил от Бога. То есть это, опять же, не его личное какое-то действие, не потому что он такой молодец, или сам безгрешный, да, а именно властью, которую Господь через апостолов дал священникам. Вот. И тут много интересных таких наблюдений, что почему Господь вообще людям даёт эту власть? Зачем он нам делегирует? Можно, правда, там в душе помолиться, Господи, прости, и всё. И почувствовать облегчение. Вот. Но прежде всего в том, чтобы человек перед другим, в присутствии другого человека, потому что присутствие Божие мы не всегда можем ощущать так явственно, произнёс то, в чём он раскаивается, да, чтобы священник где-то его наставил, подсказал, остановил. Вот. Вот это тоже очень важный момент. Ну, и второй момент тоже важный, что священник, это, в общем-то, тоже люди грешные. И вот это вот как бы снисхождение к человеческим немощам, вот Господь, зная о человеческих немощах, даёт таким же немощным людям власть прощать от своего имени. Это вот очень интересно. Вопрос о том, что меняется в жизни человека после произнесённой священником этой молитвы. Что изменилось? Ничего, получается, не изменилось. Ну, то есть священник меня простил, в моей жизни это никак не отразилось. Господь, он меня простил и до этой молитвы, и после этой молитвы. И вообще, в принципе, вообще всё зависит от моего раскаяния. Что по меня? Мы говорим, что это таинство. И вот эта вот разрешительная молитва — это часть этого таинства. Это такой дзынь, как мне видится, который немножко делит жизнь человека на до и после, да? Вот что изменилось в моей жизни после того, как вы надо мной прочитали эту разрешительную молитву? Ну, меняются, мне кажется, две очень важные, два очень важных момента. Значит, первое, опять же, связанное с прощением, да? Вот этот груз грехов, который мы носим, в общем-то, он снимается. То есть душе становится легче. Она очищается от того груза, который был. Потому что представим, что мы накопили какое-то количество грехов, и мы ходим с этим грузом, в общем-то, ежедневно. Если у нас совесть такая здоровая, если мы стараемся жить по-христиански, то мы этот груз таскаем за собой и понимаем, что вот это всё было сделано уже, да? И уже как бы давно достаточно. Вот. А в прощении этот груз с нас снимается. Нам не нужно больше его таскать. То есть это не значит, что там какие-то последствия устранены, да? Но внутреннее состояние именно такое, что душа очищается от этих грехов. Вот. Второй очень важный момент – это разрешение, да? Вот от ус. Уз. Ведь любой грех, любая страсть, ну, да, они имеют последствия. И увлечение той или иной страстью, оно может облегчаться, может усиляться, может дополняться другими страстями. Они очень часто идут друг за другом. И вот это разрешение от уз дает нам, человеку, возможность не так сильно быть зависимым. То есть Господь душу очищает. Не значит, что человек сразу прям избавится от страсти. Но, по крайней мере, он какое-то время может с ней бороться, уже с такой, с чистым сердцем. Вот. Ну и, конечно, вот эта чистота сердца. Почему мы стараемся перед причастием исповедоваться? Потому что блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть нам через это очищение сердца нам легче становится молиться, легче становится понимать Евангелие и так далее. Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация. А через минуту продолжим разговор о прощении. Действительно ли простить можно лишь того, кто просит, молит о прощении? Или простить надо и того, кому это прощение вообще не нужно? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. И что делать с теми грехами, кои мы за грехи-то вовсе не держим? А они таковыми являются. И, соответственно, мы не испытываем никакого раскаяния. Что с этим делать? Об этом и многом другом поговорим через минуту. О прощении сегодня говорим с настоятелем Казанского храма села Молокова Видновского округа, священником Дмитрием Березиным. Я Александр Ананьев. Говорим сегодня вот о том мгновении, которое происходит сразу после исповеди. Действительно ли наша совесть чиста? Мы попросили у Бога простить нас за все наши прегрешения, прежде чем подойти к чаше. Есть немало ситуаций, отец Дмитрий, когда... У меня почему-то сразу представился там руководитель крупного предприятия, который берет взятки. И он даже не считает это грехом, потому что, ну, система такая. Все берут взятки. На взятках все построено. Это часть игры, это правила такие. Не пойду же я исповедоваться в этих грехах. Но вспомнил еще более расхожий и известный пример, да? Добрачное сожительство. Мы любим друг друга. Мы обязательно поженимся. Когда не знаем, но обязательно поженимся. Мы никому не изменяем, мы никого не обманываем. И, в общем, грехом это тоже не считаем. Тоже довольно частая ситуация. Увы и ах. Если ты не считаешь грехом то, что ты делаешь, соответственно, ты не испытываешь раскаяния во всем этом. Простится ли тебе этот грех? Ну, ты же не делаешь ничего дурного, да? Ведь Господь-то целует намерение, правильно? Ты же не... Вот если ты знаешь точно, что это страшный грех, и взятки, и вот это вот прелюбдеяние, и вот это все, и знаешь, что это страшный грех, ты идешь по этому греховному пути, тогда да. Тогда серный дождь на тебя, и, в общем, все эти, как его, испытания, да? Наказания Божьи. Ну, если ты не знаешь, что это грех? Ну, так ты в нем и не будешь раскаиваться. Ну, конечно. А это грех тогда получается для тебя. Понимаете, мы же разные, и степень духовности нашей жизни разная. То, что для вас, допустим, было бы жутким грехом, я пройду мимо и не замечу, потому что, ну, я проще, ниже и менее образован, чем вы. Ну, не знаю, я думаю, что здесь все-таки грех, он и в Африке грех. Вот, просто вопрос, насколько сам человек... Ну, во-первых, считает ли сам человек грех грехом? Допустим, то, что церковь считает грехом, а человека нет. Да. Вот, и он в этом не раскаивается. Но тогда, в общем-то, зачем он приходит на исповедь, возникает вопрос. Вот, и если он об этом говорит на исповеди, ну, допустим, священник может не знать, да, о какой-то внебрачной жизни, добрачной, да, и человек кается только в остальных грехах, а это как бы не упоминает. Вот, но грех-то остается грехом. Вот, поэтому я думаю, что здесь не... так не работает. Грех не личность, нет, не так. Грех и праведность, они, наверное, объективны достаточно. То есть есть просто более крупные грехи, есть более мелкие грехи. Есть, в принципе, наша греховная жизнь, я имею в виду, в которой мы пребываем, и действительно какие-то вещи мы делаем просто потому, что так надо. Ну, я не знаю, если взять какой-нибудь более простой вариант, например, это верующая жена, неверующий муж, которая, допустим, не может соблюдать в полной мере пост. Но здесь она является заложником семьи в некотором смысле. Естественно, что здесь мы будем относиться с таким... более мягко, чем человек, который живет один, например. Вот, поэтому и степень греха бывает разная, и степень готовности человека, потому что если человек пришел первый раз или второй раз, начинает только ходить в храм, оцерковляться, то такие покаяния, что вот я не ходил по воскресеньям на литургию, такие грехи, они, ну, немножко странные. Ты же не знал, что нужно ходить по воскресеньям на литургию, и для тебя это не было, как бы, противоречием. Но все остальные-то грехи нам более-менее известны. То, что вы сказали, на самом деле, это приговор всем нам, и мне в первую очередь. Потому что, ну, я, конечно, привел какие-то вопиющие примеры, там, взятки, кражи, все, что угодно, может быть, там, при любодеянии. Но я легко могу представить себе, что я прихожу на исповедь, исповедую то, что я считаю грехами, при этом вне поля моего зрения остается такой букет косяков, который я не вижу. Они мне прощаются или нет? Нет, то, в чем мы не каемся и на исповеди об этом не говорим, нет, конечно, не прощается. А если на мне есть непрощенные грехи, почему вы разрешаете мне приступать к чаше? Ну, во-первых, эти грехи священник о них может, не может знать, скорее всего. А во-вторых, сам человек тоже все равно это духовный путь. Мы приступаем к чаше, стараясь, да, действительно очистить наше сердце. Но не всегда мы видим наши грехи. Вот в чем вопрос. Потому что если святые считали себя великими грешниками, вот вы говорите про разные степени, то они видели в себе эти незначительные грехи и понимали, насколько для них эти незначительные грехи тяжелы. Когда человек живет или начинает воцерковляться, он только узнает, что такое духовная жизнь, только начинает узнавать самого себя, то, безусловно, многие вещи для него могут быть незаметно. Или, может быть, формально еще. Потому что, как я говорил, да, про ежевоскресную литургию, но все-таки, когда я хожу уже не первый год и полени свои пропускаю, действительно, это можно считать моим грехом. Когда человек загруженный, перегруженный, с командировками кается в том, что он не ходит каждое воскресенье на литургию, ну, странно, да. То есть я бы все-таки это грехом не считал. И так далее. То есть здесь все зависит очень многое от обстоятельств и от того, насколько человек двигается вообще по лестнице такой духовного восхождения. Ведь можно, в принципе, очень часто эти люди стагнируют. У нас есть список известных грехов. Священник знает его наизусть нередко. Он знает, что будет произнесено даже, когда человек подходит. Это говорит о чем? О том, что человек не пытается с этим бороться. Есть даже такое выражение, я грешу, как все. Все, как у всех людей. Где-то чуть-чуть грешу. Ну, вот в этом каюсь. То есть получается, что вот это вот вроде как старушек там, да, не убивал, но все же вокруг тоже как-то, ну, худо-бедно как-то грешат. Но я не пытаюсь с этим ничего сделать. То есть я вот для себя это принимаю как норму. Хотя по-хорошему следующий путь. Ну, сначала, допустим, да, ты грешил хуже всех, теперь начал, как все, грешить. Ну, давай следующий шаг, начни не грешить. Вот. Но никто дальше что-то, мало кто хочет двигаться. Кто-то, не помню, кто сказал про исповедь самую короткую. В чем каюсь? Да во всем. Во всем каюсь. Вот, да. А, ну, это была история, отец Игорь Фапомин рассказывал. Да. И что будем делать? Ну, верни сначала коней. Каких коней? Ну, раз ты во всем каешь, ты в конократстве, да, вот тогда и верни коней сначала. Ну, коней я не крал. Видишь, уже не во всем. Уже молодец. Вот. Хотя все равно остаются вопросы. Если человек не раскаивается, его не прощают. Я правильно понимаю? Ну, я так полагаю, что да. Ну, конечно, а как же. А если человека не прощают, а он приступает к чаше, он тем самым нарушает какой-то очень важный закон? Ну, с другой стороны, смотрите, смотрите. Господь же вот в этой молитве, вы, которую читаете снова и снова и снова над склонившимся перед вами исповедником, или как правильно, исповедующимся. Ладно. Господь же не говорит, и прощаю там тебя, прощаю тебе те согрешения, о которых ты вспомнил, или те согрешения, о которых мы сейчас поговорили. Нет. Мы говорим, все согрешения твои. Ну, во-первых, я бы разделил таинство причастия и исповеди, потому что у нас они слились, и вот некоторые такие эксцессы происходят именно потому, что перед каждым причастием необходимо исповедоваться. Ну, это вот традиция русско-православной церкви. Мы в Сербии были, когда там нету, да, на исповедь ты приходишь только если реально ты бабушку задавил. Ну, вот мне кажется, в этом есть очень правильный такой подход. Он у нас пока еще не вполне прижился, хотя бывает на Светлой Седмице, например, да, когда допускается без исповеди причащаться регулярно, ну, там чуть не ежедневно. Почему? Потому что вот таинство, покаяние как таинство, оно немножко девальвируется в данном случае. Вот. И мы, приступая к чаше, мы же приступаем с сокрушением сердца. По сути, сокрушение сердца — это и есть наше покаяние. Вот. Но мы не можем сокрушенным сердцем каяться в том, что, там, не знаю, там, перешли дорогу на красный свет, да. Ну, перешли-перешли, вот. Вот. Но в этом сокрушении сердца нет. И мне кажется, все-таки вот исповедь, она, ну, по крайней мере, даже если сохраняя вот эту регулярную, должна быть когда-то исповедь более внимательная, более такая, когда и у священника есть время, и у человека, человек более-менее сознательно подготовится. Вот все-таки это нужно практиковать почаще. Нам всегда есть в чем каяться? Да. Если мы приходим на исповедь и понимаем, что нам не за что просить прощения, мы просто слепы? По-разному. Ну, нередко, естественно, бывает ситуация, когда человек приходит, либо вот, как в примере, во всем каюсь, да, либо, наоборот, ни в чем не каюсь. Вот. И тогда начинаешь задавать вопросы. Иногда я, особенно вот, когда большие праздники, много людей приходят, бывали случаи, когда я не читал молитву разрешительную. Либо, когда человек хи-хи-ха-ха, то есть вроде грехи называет, но это так вот, как бы, да, вот еще вот так согрешил, еще вот так согрешил. Вот. И ты понимаешь, что это не покаяния, ничего нет. А что-то проделанное работе. А что-то проделанное работе, да. И я иногда просто не читаю молитвы, говорю, ну, слушайте, давайте разберитесь. Да. Я думаю, что в целом каяться всегда есть в чем, потому что, ну, прежде всего, в принципе, в своей такой не самой праведной жизни, да, как бы мы ни старались жить правильно, все равно у нас есть дурные мысли, да, дурные какие-то, или, может, даже не дурные поступки, а хотя бы не делу нехороших поступков. Я ведь каюсь не только в том плохом, что я совершил, но и в том хорошем, что я мог бы совершить, но не совершил по разным причинам. Кому-то не помог, да, кому-то не уделил внимания. И поэтому здесь, ну, безусловно, такое состояние своей сокрушенности сердца, оно должно по-хорошему сопровождать человека в течение его жизни. И это сокрушение сердца – это ведь тоже молитва. То есть я как бы предстаю перед Богом в этом состоянии, понимая свое недостоинство, и при этом я радуюсь его милости. Но сокрушение сердца никуда не уходит. Вот если вот это состояние удается в себе сохранять, тогда мы где-то с большей милостью посмотрим на другого человека. Ведь, допустим, грех осуждения, он же часто как работает? Мы видим грехи в других людях, понимаем, что это плохо, и как бы их осуждаем изначально, даже в виде поступок, мы закладываем туда нередко дурную мотивацию. Ведь мотивация поступка бывает совершенно разной, у одних и тех же внешне. Но и наоборот, делая свои поступки какие-то неправильные, мы прекрасно находим оправдание самим себе. Поэтому даже перевернуть эту ситуацию наоборот и научиться как-то оправдывать людей, которые совершают какие-то поступки, находя какие-то добрые мотивационные поводы. Вот он берет взятки, но зато он не может в системе не брать взяток. Но он эти взятки тратит, допустим, на помощь детям. Ну, как вариант. Мы не знаем это наверняка, но мы так уже о человеке подумали, и уже как-то к нему мягче. А к себе, например, пожестче где-то. Я вот там что-то делаю, это не так, но вот надо переставать. Вопросы неофита на Радио Вера. Продолжаем со священником Дмитрием Березиным говорить о прощении. Отматывая немножко назад, вспоминая ваше утверждение, что прощение Бога – это когда Бог залечивает нам наши больные раны, а если ран нету, то он, получается, не залечивает. Если мы вот приносим вот этот грех, но особого раскаяния как бы не испытываем. Ну да, есть. Страдаю я от этого? Да ну, Господь с вами. Нет, не страдаю. Надо было так поступать. Наверное, не стоило, но там курицу вчера съел целиком один. Грех? Ну, конечно, грех. Это как бы чревоугодие – это вообще один из самых смертных грехов, потому что ничто не отдаляет нас так от Бога, да, как набитые брюхо, и, в общем, мы просто отваливаемся от Него, сытые, лоснящиеся, отвратительные. Вот. Но каюсь я в этом. Да ну, не каюсь. Противно. Немножко противно, но не более того. Так если залечивать нечего, то Господь и не прощает, получается. Ну, я думаю, что это не совсем так. То есть это не столько нечего залечивать. Грех, он остается грехом, и грех, он так или иначе на душу влияет. Даже если человек не считает его грехом, ну, тоже взять там обжорство, да, безусловно, он влияет на душу человека по одной простой причине – он отдаляется от Бога. Это одно из следствий. Ну, другие следствия – это там какие-то болезни, да, там другие следствия – он начинает, например, тратить время для того, чтобы куда-то доехать, где продается какая-то особая еда, да, тратить какие-то сверхденьги на пищу, где-то там не пойти ради того, чтобы поесть, или пойти куда-то, чтобы поесть. Ведь этот же вроде грех, даже если не считает его грехом, он тянет за собой целую цепочку, и то, что человек не чувствует того, что это грех, это не значит, что он не является грехом. Он пока не чувствует пагубности, да, он пока не понимает, не кается в нем. Но рано-то она продолжает, она может развиваться, как любая страсть, и обретать уже тогда такие формы более печальные. Я был уверен, что незнание закона как раз освобождает от ответственности. Поясню. Со всех спрос разный. У всех мера разная. А с одного, который не в курсе, что вообще так вот надо, или так не надо, или что это грех, но он просто идет, он не знает даже об этом. Ну, с него и один спрос. А с протоиерея, который настоятель храма в городе, у которого опыт священческого служения 60 лет, с него будет совсем другой спрос. Получается, незнание закона освобождает от ответственности? Ну, вопрос, что такое ответственность. В общем-то, грех, он является грехом по умолчанию. Знаем мы о том, что это грешно или не знаем? Думаете? Я думаю, что да. Но если мы говорим, по крайней мере, не о грехах, там, дисциплинарного нарушения устава, да, церковного, это, безусловно, другая история. Мы говорим о грехах, ну, собственно, о страстях. Гордыня, тщеславия, там, черевогуди, зависть, ну, и так далее. Да, то есть наши даже грехи, которые называются смертными, они являются грехом по умолчанию. И, там, завидуют ли протеерей, да, или завидует, там, студент, они одинаково совершают одинаковый грех. То есть, там, гордиться или, да, или, там, тщеславиться. Грех одинаковый. Просто когда человек осознает, что это грех, если он не пытается с ним бороться, если он даже, там, прочитал святых отцов и знает, как с этим грехом бороться, тогда, безусловно, ответственность выше, чем когда человек об этом даже не задумывается. Что значит ответственность выше и чем мы рискуем? Ну, здесь, как бы это сформулировать, наверное, человек более виноват перед Богом. Вот так. Вот как это измерить? И что из этого следует? Следует то, что одно дело, когда мы совершаем грех неосознанно, не зная, то и, как бы, спрос, наверное, от Бога будет меньше. То есть, мы грех совершаем по нашей вот этой греховной природе, но, как бы, не идем сознательно против Бога. Вот, наверное, так можно сказать. А когда мы знаем, что это грех, когда мы знаем, что это тяжкий грех, например, и допускаем, и не боремся с ним. Потому что, если человек грешит, ну, вот есть, да, определенная страсть, к которой человек грешит и чуть не ежедневно борется с ней. То есть, он и грешит, и борется, и борется. Такая борьба, она может быть очень долго. То это одно. А другое, когда человек сознательно, там, тщеславится, например. Он знает, что не надо тщеславиться, знает, что это тяжкий грех, знает о последствиях. Но вот для него это очень важно. То есть, он хочет, чтобы его хвалили. Вот это совсем другая история, мне кажется, и более пагубная, чем вот в данном случае. Когда человек не осознает. То есть, это фактически человек сознательно совершает грех против Бога. Я крестился в 40 лет. Я очень хорошо помню то, что мне сказал священник, который меня крестил. После крещения он говорит, ну, я тебя поздравляю. Теперь ты безгрешен. Все твои грехи смыло. Это так? Да. Таинство крещения очищает человека от грехов. Это догматически. Даже если я не обо всем рассказал на исповеди перед крещением? Или не было исповеди? Нет, была исповедь перед крещением. Ну, обычно это как раз есть исповедальная беседа, потому что священник должен убедиться, что взрослый человек, даже совершив какие-то поступки в своей жизни, ну, естественно, мы говорим о серьезных, то есть здесь не о котлетах, то он в них раскаивается, то есть он жизнь свою хочет изменить, в том числе через крещение. Это не значит, что прощение грехов, ну, по сути, это такая первая исповедь-крещение, очищение грехов. По сути, ведь, если мы имеем какие-то греховные привычки и страсти, они от нас никуда не денутся. Да, они, может быть, влияние ослабнет, нам станет легче их не совершать. Второе, если мы действительно тянем за собой какие-то недоделанные, неисправленные ошибки, они тоже никуда не денутся. Вот, они часть нашей уже жизни, да, но очищение души происходит. Вопрос, насколько долго мы это протянем, эту чистоту, вот тут уже вопрос нашей испорченности до крещения. Все, вдаюсь в частности, знаю, что это не совсем правильно с точки зрения ведения беседы, но мне просто самому интересно. Если вот после крещения с тебя, вот Господь видит тебя чистым листом безгрешным, а тебя совесть продолжает грызть за то, что ты совершил, там, украл у одноклассника 25 лет назад копеечку из кармана, ну, тебе по-прежнему стыдно, тебя по-прежнему это мучает. Этот грех есть на тебе, если он тебя по-прежнему мучает? Или же все-таки нет, потому что вот тебе сказано, что все, ты теперь безгрешен, не было ничего? Нет, ну, не то, что ничего не было, все было. Я думаю, что есть грехи, которые мы в состоянии исправить или скорректировать. То есть, условно, если украл одноклассника, можно пойти кому-то пожертвовать и тем самым перед Богом как-то компенсировать вот то. Если мы не можем, не знаю, вряд ли мы однокласснику эти пять копеек нужны. А с другой стороны тоже прийти к этому однокласснику и сказать, слушай, вот тогда-то был такой инцидент, я у тебя украл пять копеек, давай, я не знаю, я тебе тортик принесу. Это ведь тоже поступок. То есть, это то, что мы, в принципе, можем исправить и причем с пользой для своей души. Есть вещи, которые мы не в состоянии исправить или какие-то тяжелые согрешения, которые тоже неисправимы. Да, они будут сопровождать нас в течение нашей жизни. Да, мы будем о них помнить. Но как грех перед Богом, он уже, наверное, будет изглажен. Но не как событие в нашей жизни. Другое дело, что, опять же, если мы какие-то совершали грехи, мы должны искать возможность их или искупить, или исправить, или, опять же, что-то сделать, чтобы как-то компенсировать. То есть не просто внутреннее состояние, что вот мне стыдно, например, или мне неудобно, но я должен и деятельно это исправить. Ну, не знаю, вот иногда приходят женщины, которые каятся в абортах. В советское время это считалось, опять же, к вопросу о грехе. В советское время это считалось нормой. И никто это как грех не воспринимал. Это не переставало быть грехом, на самом деле. И все последствия, которые есть, они продолжают. Вот я иногда говорю, что да, вы совершали, но вы теперь, по крайней мере, попробуйте кого-нибудь отговорить. Да, попробуйте там где-то рекомендовать больше детей иметь. Помогите, не знаю, там, детям. То есть найдите для себя форму деятельного покаяния. Это касается и грехов до крещения, до исповеди, это касается и, в принципе, любых. То есть покаяние, оно деятельное. Это и внутренние изменения. Но иногда это действительно попытки исправить то, что я где-то на беда курил. Или это поможет тебе простить самого себя? Это поможет мне самому себе показать, что я, ну, вот, что моё покаяние это не просто сожаление. Вот, может быть, так. Мне вообще фраза простить самого себя очень не нравится, потому что она из такой какой-то западной психологии, что, типа, вот я сам себе разрешаю, фактически прощение, да, с разрешением очень интересная эта пара, я сам себе прощаюсь, я сам себе разрешаю, что вот то, что я совершил, уже как бы неважно. Вот странная история. Отнюдь. Это абсолютно христианская категория. Почему такая важнейшая? И, к примеру, что происходит с людьми, которые не способны простить самого себя? Они, предав Христа, идут и вешаются. Это вопрос как раз очень правильный, да, про разное покаяние. Но мне кажется, это не форма прощения себя. Когда мы говорим о двух апостолах, Иуде и апостоле Петре, это две формы покаяния. И это, кстати, очень важный вопрос, потому что они оба раскаивались. Что происходит дальше? Два совершенно противоположных действия, по сути. Здесь мне кажется, что вот это раскаяние Иуды, оно в форме, что я неправ. У меня не получилось. То есть такая форма гордыни. То есть я не добился того, чего хотел. Я совершил неправильный поступок. Я плохой. То есть вот здесь в центре стоит я, мне кажется. Это моя такая версия этого раскаяния. И тогда вот, собственно, я с этим жить я не могу. Я накладываю на себя руки. Но это просто краткое содержание хорошей исповеди. Я, 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 я. Это нормально. Да. Но в данном случае вот этот я, 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 это происходит внутри человека. А исповедь это перед Богом. Причем хорошо, если в исповедь действительно я, потому что иногда бывает исповедь. Ну вот у меня, значит, сын такой-то, такой-то, муж такой-то, такой-то, невестка такая-то, такая-то. Я говорю, а вы-то что, вы зачем прийдете сюда исповедоваться в своих грехах? Ну я там вот это. А еще у меня там соседка. Вот это тоже плохая исповедь. Если в исповеди я, но у апостола Петра все-таки покаяние, оно с любовью к Богу. То есть он все равно ждет от Бога ответа, наверное, даже вот так. И Господь ему дает этот ответ. Он говорит, ты любишь ты меня? Причем задает трижды этот вопрос. Любишь ты ли меня больше этих? И апостол Петр вот через эти вопросы, вот это его покаяние, достигает как раз, наверное, той духовной пользы, которая и должна быть. То есть да, я тебя люблю, но все-таки больше, а как больше? Если бы я любил больше, я бы не отрекся. И вот такое внутреннее изменение. Поэтому покаяние, оно должно быть с Богом обязательно. Не все так однозначно. У нас, к сожалению, время опять пролетело незаметно. А я еще хотел перевести разговор в русло любимого мною фильма «Остров», который, по сути, про человека, который миллион раз попросил у Господа прощения. Миллион раз уже искупил добрыми делами, чудесами какими-то свой вот этот вот грех, но сам себя простить не может. И сгорает в этом грехе. И что с этим делать? Об этом мы уже поговорим в следующий раз. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с настоятелем Казанского храма села Молоково-Видновского округа, священником Дмитрием Березиным. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Спасибо, Александр. Время с вами летит незаметно. Я Александр Ананиев. Прощаюсь ровно на неделю. Через неделю вернемся, чтобы задавать вопросы неофита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова